Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У меня исчезло настроение не очень, а все потому, что мой заказ мне пришел частично. Я заказала это все из Аждага Донер, и, к сожалению, мне не пришла ни кола, мне не пришла моя картошка фри, хотя деньги, счеты сняты. Я пишу в техподдержку, ответа нету, это, естественно, неприятно. Вот вы говорите, экспериментируй с разными доставками. Вот, пожалуйста, эксперимент сделан. И вот как безответственно люди относятся. Я не люблю головную боль. Вот я такой человек, вот в Макдональдсе, миллиард раз закажи, никогда такого не бывает. Даже соусы не перепутают. Просто так отданы деньги, непонятно, сейчас техподдержка мне ответит, мне вернут деньги за это, я уже минут 15-20 уже жду. Я должна была сейчас это с колой, с картошечкой фри. Я позвонила курьеру и говорю, а где, собственно говоря, остальное? Говорит, так это все. Так на чеке написано комбо. Сначала я подумала, что у меня крыша едет. Перепроверила, вижу, действительно, я права. Мой первый и последний заказ из Аль-Ждага. У тебя портится настроение? Это к черту. У тебя портятся нервы? Сейчас теперь разбирайся с ними. Вернут мне деньги на карточку? Нет, тоже большой вопрос. Я взяла в хлебе, чтобы было посытнее. Взяла лахмаджун. Давно его не было у нас. Это шаурма в хлебе. Внутри здесь соленые огурчики, мясо, соус чесночный. Вчера я была на спорте. И резко мне тренер задает вопрос. Я делаю штангу, приседания. И он мне задает вопрос. А ты любишь суши? Мне как-то странно показался этот вопрос. Мне кажется, он увидел мой канал, поэтому задает этот вопрос. А может быть, это совпадение? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете. Просто так человеку можно задать вопрос? Ты любишь суши? Или мне просто показалось, что я спалилась? Я не говорила своему тренеру, что я мукбанкер, что я снимаю видео и так далее. Так у нас особо таких разговоров о жизни, философских рассуждений с тренером никогда не было. Мне показалось как-то странно, что он сразу спросил про суши. Я сказала, почему вы спрашиваете? Он мне говорит, у тебя типаж такой, что-то корейское. Я такая посмотрела на себя. Мне кажется, во мне ничего корейского нету. Потом я весь день в голове у себя перекручивала этот диалог и думала, блин, интересно, он знает. Или это совпадение? Вообще, я в совпадение не очень верю. Потому что обычно в жизни я редко сталкиваюсь с совпадениями. Поэтому я в это как-то не очень верю. Рецепт, кстати, на домашний лохмачун. Я вам обязательно оставлю в инфобоксе, вы можете перейти. Посмотреть. В общем, всю дорогу домой я в голове перекручивала. Думала, интересно, он знает. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. В последнее время я очень часто снимаю истории. По крайней мере, пытаюсь это делать. Часто. Потому что у меня активность хорошая. Именно в инстаграме я могу прям поболтать, пообщаться со своими подписчиками. Вот здесь это не получается. Иногда девчонки там рассказывают какие-то истории своей жизни, просят совета какого-то. Я могу, например, целый вечер, например, переписываться с подписчицей. Но у меня, знаете, такой косяк. У меня такой косяк. Что потом у меня чат куда-то теряется. Я не могу найти эту девочку опять, чтобы опять с ней пообщаться. Столько людей я так потеряла. У меня была подписчица из Волгограда, с которой мы постоянно общались. Кстати, в комментариях некоторые просили рассказать про Айсель. Поступила ли она или нет. Насколько я знаю, еще не все вступительные экзамены прошли. Поэтому пока что рано спрашивать. Вот, но спрашиваю обязательно. Я за нее болею. Я уверена, что она поступит. Она очень грамотная девочка. Очень воспитанная. Прям дужка. Уверена, что у нее все получится. Вспоминаю я свое поступление. И думаю, бог мой, как хорошо, что все это закончилось. Хочется не вспоминать про это, как страшный сон. Потому что тяжело было. И морально, и физически. Каждый день ты идешь к репетиторам. Репетиторы тоже на тебя давят. Еще плюс. Когда я поступала, у нас была только история Азербайджана. А я жила до этого в России. И вообще история Азербайджана не проходила. Просто ребята, которые ходили вместе со мной, они этот материал слушали на протяжении, например, шести лет. Мне надо было этот материал выучить за год. Для них это все было повтором. Но я заново учила. В общем, сложно мне очень было. Кто-то ходил там к каким-то сильным педагогам, к бункерам. Которые плюс-минус знали, что попадается на экзамене. У меня учителя тоже были слабые. Так, если в общем брать. Но я поступила. Правда, на платное отделение. Но ничего, главное, поступила. Я ничуть не жалею, что я училась в универе. Даже если бы я ни одного дня не работала бы по специальности. Все равно я рада, что я училась. Я училась вообще в замечательном обществе. У меня были обалденные одногруппники, одногруппницы. У меня такое ощущение было, когда я шла в универ, как будто я не в Азербайджане. Реально такая атмосфера была. Что, например, я не могу сказать по поводу своей школы. Вот универ это просто был нечто. Видите, техподдержка у меня даже ничего не пишет. Просто прочитали и все. Вот я им написала. Здравствуйте. В заказе отсутствует кола и картошка фри. А деньги ушли с карточки. Что делать? Ничего, обойдетесь без картошки фри. У меня однажды с одной доставкой такое было. Там не то, что что-то отсутствовало. Просто все протекло. Вообще в ужасном состоянии было. Тогда не это приложение было другое. И мне вернули деньги. Ну, то есть частично. Лахмачун обалденно. Это турецкая кухня. Сверху мясо такое вкусно. Вот так вот вышмем. Сверху мясо такое вкусно. Шаурма, конечно, очень большая, сочная. Соленая. Прям перебор немножко с солью. В общем, вот такие вот дела. Сейчас у нас... Сейчас у нас у всех выпускные. Вступительные экзамены. Самая напряженка такая. Возможно, среди моих подписчиц есть тоже девчонки, которые поступают. Я вам искренне желаю, чтобы вы поступили на бесплатные. Вообще, моя бы воля, вот как в школе люди учатся, я бы сделала экзамены в универ без всяких этих подготовок. Просто, например, составить тысячу вопросов, надо вызублечь эти вопросы, прийти и написать. А то у нас сейчас, например, без репетиторов ты не поступишь в универ. А у кого-то, например, возможности нету оплачивать репетиторов, и что? Такому человеку не учиться? Прикольно было бы, если можно было, например, купить тесты, где тысячу вопросов, ты все эти тысячу, например, вызубрил, пошел, сдал экзамены, отлично поступил. Я поела, наелась, было очень вкусно. Немножко, конечно, расстроилась из-за доставки. Ну, что поделать, я стараюсь из-за таких мелочей никогда не портить себе нервы, никогда не портить себе настроение. Вообще, мои знакомые всегда говорят, Айка, у тебя железные нервы. Но я считаю, что так и должно быть. Если вы любите себя, а это нужно обязательно делать, вы должны себя беречь. Подумаешь, кинули на картошку и на колу. Правда, стол у меня получился очень бедный из-за этого, но что поделать. На этом все. Всех люблю. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!